МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По первому тревожному сигналу всегда готовы к работе. К счастью, говорят представители Брестского лесхоза, в этом году подобные выезды случались нечасто. А ведь погода нынешним летом решила испытать на жароустойчивость не только людей, но и природу. Несмотря на погодные аномалии, картина по лесным пожарам выглядит достойно. Факты и цифры говорят сами за себя. Зарегистрировано по области на сегодняшний день 53 случая лесных пожаров на площади 20 гектаров. Но если сравнить с предыдущим годом, то у нас всего было 25 случаев и на площади 5 гектаров. При таких погодных условиях, как были в этом году, при пятом классе пожарной опасности, что я не помню за свою работу такого уровня класса пожарной опасности, я считаю, что мы ситуацию удержали на нормальном уровне, не допустили крупных лесных пожаров. Подобные результаты – итог работы лесной охраны области. И не только в самые жаркие месяцы. Ведь пожароопасный период длится с самой ранней весны и до поздней осени. Снег – основной гарант более-менее спокойной обстановки. Больше всего случаев лесных пожаров регистрируется весной, потому что все сухое, выжигается сельхоз в годзе, там где-то не убрано, где-то что-то осталось. Вдоль дорог трава усохла. Вот самый опасный сезон – это весенний. Такие объезды своего участка Александр Городничук, лесник Домачевского лесничества, делает каждый день. Помимо прочих обязанностей, для него сегодня главное – вовремя заметить тлеющую сигарету или оставленный, так сказать, любителями природы тлеющий костер. Смотрим, чтобы не разводили костров. И предотвращаем. Лес начинает в основном гореть с подстилкой, точнее, снизу. И вот некоторые кинут аккуратно, и он тлеет. Он может тлеить день-два, тлеет. На третий день все-таки вспыхнет. И вот в наше патрулирование в основном и 50% вот так и спасает леса. При самых страшных пожарах, ну сколько, лесник, остается он, как это, с пожара уходит самый последний, как капитан с корабля. Когда он же полностью уверен, что все, пожар потушен, все локализовано. Ну, а это лето выдалось особенно жарким. В июле-начале августа пришлось работать в усиленном режиме. Согласно наших правил противопожарной безопасности, выносится запрет посещения лесов нашими отдыхающими. Так что работал Александр Городничук, как и другие его коллеги, практически круглосуточно, от заката до рассвета. На сегодняшний день в области 1600 обходов, 600 мастерских участков, ну и всего лесной охраны 2500 человек. Значит, перед каждым была поставлена задача, которая выполнялась в соответствии с ним, с рангом лесной охраны. У нас нижнее звено лесной охраны – это лесник. Значит, ежедневное патрулирование своего обхода по утвержденному маршруту патрулирования, каждый лесник проводил в своем обходе. Созданы дополнительно группы для дежурства при лесничествах. Весь световой день велось наблюдение и с пожарных вышек. Всего их 92 в лесном фонде области. Еще буквально в прошлом году, вот по этой лестнице на высоту 35 метров, при пожароопасной обстановке, каждый день сбирался специальный человек-смотритель, который следил за пожарной обстановкой в округе. А сегодня за тем, что было видно с вышки, лишь глазу одного человека можно наблюдать из кабинета Домачевского лесничества. На экран монитора выводится картинка, которую в режиме онлайн показывает установленная на высоте 35 метров видеокамера. От такой технической новинки сплошные плюсы, говорит Елена Щесюк. Съемка ведется в автоматическом режиме, чтобы рассмотреть данную ситуацию, мы можем остановить съемку, мы можем приблизить, увеличивая масштаб, также мы можем корректировать направление нашей камеры и выводить уровень горизонта. Такими видеокамерами уже оборудована третья часть всех пожарных наблюдательных вышек области. В этом году установлено дополнительно 8 единиц. Ну, вы тут сами понимаете, значит, убирается человеческий фактор, не обязательно содержать его на высоте 35 метров на наблюдательном пункте, а наблюдение ведется по монитору непосредственно в конторе лесничества. В этом же году предполагается установить еще по одной камере в каждый лесхоз. Продолжать будем эту работу и последующие годы, чтобы закрыть зону наблюдения всей территории лесного фонда области через камеры видеонаблюдения. Такое техническое вооружение – залог успеха работы по профилактике лесных пожаров. Ну, а если уж возгорание случится, все средства для тушения в состоянии готовности. Причем здесь актуальны и такие примитивные, на первый взгляд, инструменты, как лопаты, ведра, топоры. Мы находимся на ПХС первого типа меднянского лесничества. ПХС – это значит пожарно-химическая станция. Она укомплектована всеми необходимыми средствами тушения пожаров. Вот это у нас ранцевые опрыскиватели, которые заполнены водой в случае возгорания. Значит, чтобы не терять время, сразу лесная охрана его загружает в определенный транспорт и выезжает к месту локализации. Все тут укомплектовано согласно перешня. Есть перечень, что должна содержаться ПХС. Вот есть разные типы ранцевых опрыскивателей. Вот такой модификация. Но, в принципе, они, всех их используются только для тушения пожаров. Все эти средства нужны для локализации небольших очагов пожара. Для более серьезных возгораний применяются методы опашки. На каждой пожарно-химической станции есть и трактор с плугом, и пожарный автомобиль. В агрегате с трактором используем ржетые емкости. Там 6 тонн объемом воды. Она тоже, соответственно, везет воду на очах пожара и там ведется тушение. И для этого существуют у нас мотопомпы «Хонда». Их тоже огромное количество по области. 270 единиц закуплено в последние два года. Вот этой мотопомпой можно ввести подачу воды с любой емкости. Еще один из способов профилактики пожаров – минерализованные полосы и противопожарный разрыв. Проще говоря, это распашка земли вдоль трассы и в самом лесу. Подобные просеки способны остановить низовой пожар. Каждый день на противопожарных разрывах прохожу примерно около 25 километров в день. В среднем выходит за пожароопасный сезон около 400 километров. По лесхозу годовой план устройства минерализованных полос – тысяча километров. Ухода за минполосами ежегодно делается 2000 километров. Противопожарное обустройство лесов сделан проект с нашими специалистами. Они там везде намечены, где должна быть просто минполоса, где специально вырубается противопожарный разрыв. Ну а для того, чтобы пожаров стало меньше, важна не только техническая оснащенность. Нужна и пропаганда противопожарной безопасности, и другие профилактические меры. К примеру, в период, когда уровень пожарной опасности достигал пятого класса, проводились рейды лесной охраны совместно с представителями областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Задача была поставлена удержать обстановку. Вот за этот период, после того, как были вынесены распоряжения, с 28 июля и по сегодняшний день привлечено к ответственности нарушителей правил противопожарной безопасности у нас по области 91 человек. Согласно статье 1557 КОАП Республики Беларусь, за выжигание сухой растительности подусмотрен штраф в размере от 20 до 40 базовых величин. Что касается разжигания костров в неусталенных местах, особенно в данный период, применяется, согласно статье 1558, значит ставка, то есть до 20 базовых величин. Сегодня небесная канцелярия снизила уровень пожарной опасности. Почти осенние температуры и дожди улучшили обстановку. Прогулки в лес за ягодами-грибами и просто подышать чистым воздухом станут снова доступными для всех. Но все-таки стоит задуматься. Аншлаги в лесу о пожарной безопасности касаются каждого из нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова